В России начались огромные игры, чемпионат мира по футболу. Это, конечно, очень важное политическое событие в мире, спортивное событие в мире, потому что чемпионаты мира по футболу только один раз за четыре года, и именно вот они в статусе почти как олимпийские игры. Но зрители еще больше, чем на олимпийских играх. Конечно, поэтому вся мировая внимание именно на вот это событие, которое продолжится почти целый месяц. Поэтому, конечно, интерес огромный этому событию. Все это событие комментируют и обсуждают. Конечно, что касается самих игр самого чемпионата мира, конечно, многих интересовало, сумеет ли Россия вообще в нынешних условиях нормально провести это огромное мероприятие. Как вы понимаете, в России очень сильно влияли санкции, денег нету, особенно валюты, и проблемы, чтобы достраивать эти огромные стадионы, чтобы там все было в порядке, это надо было просто как-то громадное усилие. Мы уже знаем, что проблемы остались до последнего дня. Да, более-менее все готово к проведению чемпионата мира, и они уже начались. Но вы видите, что идет везде сообщение, что люди, которые участвовали, и строительство, и озеленение, и в том, чтобы вести порядок, все, что надо в этих городах, которые принимают чемпионат мира, что им не платили. Денег нет. Надо сказать, что эта ситуация, конечно, касается и объекта строительства. Дело в том, что, конечно же, как вы понимаете, если еще строительство какого-то объекта возможно, имея в виду только российские ресурсы, то оснащение этих стадионов – это чисто импортная вещь. Надо купить из-за рубежа. И понятно, что, в общем-то, для этого денег уже не было в последний год. Поэтому, если вы видите, скажем, какие-то стадионы в Калининграде, Ростове, то вы читаете комментарии. Все очень простенько. Стадионы, конечно, громадные и достроенные, но вся убранство очень-очень-очень скромно. Просто нет денег, чтобы из-за рубежа купить то, что надо. И, конечно же, это было минимально, конечно, чтобы были доведены до конца строительства стадионов. Большими-большими усилиями в последний момент это было сделано. Но, видите, цена тоже большая. Людям не заплатили. Везде недовольство. И могут быть какие-то забастовки по поводу этого, протесты. Это уже везде слышно об этом. Но, конечно, было надо еще делать порядок вокруг стадионов, территорию. Но тут уж вообще, конечно, комедия и неразбериха. Везде. Везде. Тоже, так сказать, в самый последний момент, там, как в советское время, тут чтобы хотя бы какой-то порядок был. Но, на самом деле, здесь, конечно, самые большие проблемы вокруг того, чтобы был порядок именно вокруг стадиона, территории и всяких там услуг, которые нужны вокруг стадиона. Но, надо сказать, что были бы и успехи, а успехи были связаны с базами для сборных, которые прибыли на чемпионат мира. Тут, конечно, помогло чисто советское. Надо понять, что за рубежом действует капитализм. Там невозможно, чтобы кто-то там реквирировал какую-то там гостиницу и говорить, что вот здесь будет теперь вот база сборной X. Но в России, конечно, был использован административный ресурс. Самые лучшие места гостиницы просто отобрали и превратили в спортивные базы для сборных, которые прибыли на чемпионат мира. Надо сказать, что здесь и был самый большой успех, потому что более-менее все эти объекты для баз сборных, они оказались в порядке, улучшили там что-то. И надо сказать, что здесь, конечно, большой успех в этом плане, что они лучше, чем были в других странах, когда там проводились чемпионаты мира. Ну, скажем, мы имеем, скажем, в виду последний чемпионат мира Бразилии. Так что здесь все очень удачно. Вы можете смотреть эти гостиницы, которые были отданы для команд, участников чемпионата мира. Вы можете смотреть гостиницы, которые были даны для команд, участников чемпионата мира. И можете убедиться, что да, в этом плане все прошло удачно. Конечно же, самая лучшая ситуация в Краснодарском крае. Казалось бы, там очень хорошая база футбольного клуба Краснодар. Но было решено, что в Краснодаре будет жить несколько сборных в Сочи, Краснодаре, Геренчике, Анапе. Но, в общем-то, конечно, руководство Краснодарского края, которое всегда было известно своей слабостью. И на этот раз, конечно, ничего особенного в организации для сборных не добивалось. Там самый такой серенький уровень подготовки этих спортивных баз. Ну, кроме, конечно, Академии футбольного клуба Краснодар, где останавливается сборная Испании. Но, конечно, надо сказать, что спортивные базы и стадионы – это только один элемент чемпионата мира. Конечно, самое главное – это безопасность. Мы же знаем, что террористические акты России были многие-многие годы. И, в общем-то, и криминалитет, и всякие другие вещи тоже характерны для России. Надо сказать, что здесь, конечно, облом уже на третий день. Какой-то мусульманин из Киргизии выехал в такси прямо в здание администрации президента или рядом с этим зданием администрации президента, прямо в публику, прямо, так сказать, гостей чемпионата мира. И задавил там несколько человек. Конечно, слава богу, все остались жить. Но паника, конечно, в высшем начальстве огромная. Потому что этот акт, конечно, напомнило те террористические акты, которые были в Западной Европе. Там тоже исламисты атаковали же людей, именно выезжая там грозовиками, автомобилями прямо в народ. Конечно, высшее начальство просто в панике. И сегодня уже мы слышим, что идут проверки в всех аэропортах Москвы, потому что есть опасность террористического акта. Ну вот, чисто российская вещь. Казалось бы, такая громадная структура безопасности. Людей, так сказать, та хрена, все готовы, так сказать, и так далее. Ну вот, видите, можете смотреть в ютубе. Прямо на Манежной площади какие-то кавказцы там бьют морду каких-то посетителей чемпионата мира. Вы думаете, что там какие-то полицейские, что ли? Ничего нет. Обычно российская история. Казалось бы, кричим там у нас там ФСБ, а также на чемпионаты мира мы не в состоянии на самом деле организовать нормальный уровень безопасности. Так есть, это вот именно вот эта абсолютно ясная неразбериха российская. Именно типичная такая, полная такая безответственность и неорганизованность, конечно. Но, конечно, в связи с вот этими последними событиями, думаю, там что-то придумают. Но, видите, можно сопретить мусульманам вести такси. Можно еще что-то придумать, чтобы усилить этот элемент безопасности на чемпионате мира по футболу. Надо сказать, что чемпионат мира очень серьезно атакуется. Вот последнее, что я читал, это Виктор Сендерович. Он очередной раз взялся за свою старую балалайку и поет песни о том, что чемпионат мира по футболу – это все-таки Гитлер. Это Олимпийские игры в Берлине, это Гитлер. И давайте не радуемся, что вот здесь это чемпионат мира, и все должны понимать, как это плохо. Не помните, что уже такое было. Помните Сочи, Олимпийские игры? По-моему, там Виктор Сендерович что-то такое же говорил. И я атаковал какую-то там девочку, фигуристку, и, конечно, эта атака вызвала просто удивление и скандал. Мне кажется это совсем по-другому. Мне кажется таким образом, что мы атакуем очень популярное у народа событие. Ну, чемпионат мира по футболу – это огромное событие для любителей футбола не только в России, но и в мире. Это огромное событие. Люди не интересуются Путиным, им все равно это Путин. Им нравится футбол, есть сейчас такие чемпионат мира, они очень болеют, так что, чтобы и сборная выступала удачно. И если хотя бы кто-то ставит это под сомнение, конечно же, они будут разочарованы, недовольны. И они, конечно, будут против людей, которые вот ведут такие разговоры. Это не помогает, а превращает вас, врагов, этих любителей футбола. А может быть это и есть цель, как было во время Сочинской Олимпиады, что вызвать недовольство российские публики либералами, демократами, что они гадят даже там, где есть огромный интерес российской публике к конкретному событию, где они ждут каких-то успеха какого-то, где у них есть какие-то надежды. А тут кто-то выступает и ведет какие-то очень негативные разговоры, и возникает вопрос, зачем. Ну да, конечно, и Гитлер был, и Путин есть, конечно, да. Но это спортивное мероприятие. Нужно ли всегда навязывать политику спорт? Это же можно разделить. Вот Путина и спорт можно разделить. Люди просто, видите, они говорят вещи, которые, может быть, они даже не понимают. Но неужели вы думаете, что там в Берлине кто-то думал о Гитлере? Там шла спортивная борьба. Люди добивались спортивной победы. И это стало огромным событием для многих народов. Скажем, на Олимпийских играх в Пирине участвовала, в том числе, конечно, свободная Эстония. И добивалась там огромных успехов. Была, конечно, большая радость. Нет, не радость по поводу Гитлера, а радость того, что наши спортсмены победили. Конечно же. Поэтому мне эти кампании против спортивных мероприятий выглядят как провокация. Чтобы вызвать недовольство российского населения отношения именно демократов и либералов. Но так мне кажется. Конечно, чемпионат мира для Путина самого, конечно, политическое мероприятие. Чтобы поднять свой имидж в мире, показывать себя, как он успешный правитель, встречаться с мировыми лидерами. Конечно же, это его цель, конечно, и это полную катушку использоваться. Вы сами видели, что во время открытия чемпионата мира присутствовал крон-принц Саудовской Арабии Мухаммед, потому что играла Россия именно Саудовской Арабии. Весь мир заполнен вирусными видео, где там принц Саудовской Арабии и Путин общаются. Конечно, никто не понимает, что они там этим и показывают. Путин все время разводит руками. Россия забивает гол, а он разводит руками. Что он там хотел сказать этим принцу Саудовской Арабии? Может, то, что я обещал тебе победу, но, видишь, забивают наши. Ну или наоборот. Откуда мы знаем? Все смеются, конечно, по поводу этих рестикуляций. Но, видите, конечно, для Путина крон-принц Саудовской Арабии очень важен. Он вот хочет, чтобы цена на нефть росла. Она может расти только тогда, когда Саудовская Арабия не откроет свои нефтерные экраны. Потому что, если Саудовская Арабия откроет свои нефтерные экраны, цены нефти не будет. Она будет очень низкая. Поэтому Путину этот крон-принц очень важен. Ну вот, трудно сказать, что они там обсудили. Может быть, то, что 30 лет назад умер Ким Фильби. Дело в том, что отец знаменитого советского шпиона, англичанина, Гарри Санчонс Бридж Фильби, был долго-долго-долго десятки-десятки лет советником короля Саудовской Арабии Абдулла Азиса. Предка крон-принца Мохаммеда. Может быть, там и это событие не обещали на стадионе. Откуда мы знаем? Но все равно, так сказать, это такая огромная история, потому что вы помните, что во время Советского Союза у Советского Союза с Саудовской Арабией не было почти никаких отношений. Теперь Путин попытается превратить Саудовскую Арабию партнера России, несмотря на то, что союзником России является Иран. Просто Путин попытается, конечно, играть на нескольких тосках, чтобы, ну, в общем, такие дешевые движения, маневры делать, чтобы получить себе больше значения, как государственный руководитель. Но будем смотреть, футбол еще не кончилось. Приедет еще Меркель смотреть игры Германии, и Макрон приедет, чтобы посмотреть игры Франции. И вся эта футбольная дипломатия будет продолжаться. Конечно, мы, как футбольные болельщики, этим мало интересуем. Нас все же интересует, как там играет Роналдо, как там играет Месси, как там у англичан идут дела. Но можно только сказать, что будет целый месяц праздника. Именно праздника, а не негатива, как думает Виктор Сендерович. Продолжение следует...